Слагаемые США и безопасность Европы. Постфактум о выборах в Польше. В Польше завершился подсчет голосов на прошедших выборах в парламент. Правящая партия «Право и справедливость» ПИС вышла на первое место по количеству голосов. Однако большинство в Сейме получает объединенная позиция. Судя по всему, внутренне политическая борьба в стране продолжится. К чему она приведет, покажет время. Но в одном можно быть уверенным точно. События в Польше лишь набирают обороты. Прямо или косвенно они будут влиять на обстановку во всем регионе, в том числе на Беларусь. Расклад сил на ярмарке Числавия. После обработки 100% бюллетеней правящая партия «Право и справедливость» во главе с Ярославом Кочинским получает 35,38% голосов. Следом идет оппозиционная гражданская коалиция во главе с Дональдом Туском – 30,70%. Блок «Третий путь» набрал 14,40%. Левая – 8,61% и партия-конфедерация – 7,16%. Таким образом, партия Кочинского может рассчитывать на 194 места в Семе, конфедерация – на 18 мест, а объединенная оппозиция, гражданская коалиция, «Третий путь» и «Левая» – 248 мест. Чтобы сформировать большинство в польском Семе, необходимо получить более 230 мест. То есть формально у оппозиции уже есть большинство. Что касается Писто, даже создав коалицию с крайне правой конфедерацией, она может рассчитывать лишь на 212 мандатов. Следующий ход за президентом Польши Анжеем Дудой. Накануне польский лидер выступил с речью по итогам парламентских выборов. Однако Дуда так и не сказал главного. Кому он доверит миссию по формированию нового правительства? Традиционно такое право получает партия-победитель. Но, учитывая расклад мест в Семе, было бы логично не тянуть время и сразу выбрать кандидата от объединенной оппозиции. С другой стороны, оппозиция пока официально не выдвинула кандидатуру на пост будущего премьера. Безусловно, лицом польской оппозиции сегодня является Дональд Туск. Его коалиция стала второй после Пис на прошедших выборах. Кроме этого, Туск имеет политический вес не только в Польше, но и в Евросоюзе. В течение семи лет, с 2007 по 2014 год, он занимал кресло премьер-министра Польши, затем начал строить карьеру в Брюсселе. И весьма успешно. На протяжении пяти лет Туск возглавлял Европейский совет, а затем и ведущую фракцию Европарламента – Европейскую народную партию ЕНП. Для польской оппозиции, желающей вывести страну из изоляции, в которую Польша стремительно скатывалась припис, возвращение Туска в кресло премьера было бы самым логичным решением. Однако политическая среда в Польше уже давно не подчиняется законам логики. Она скорее напоминает ярмар Кучеславия, где личные амбиции задвигают на второй план интересы государственные. И прошедшая электоральная кампания, во время которой политики для достижения своих целей использовали все доступные средства, стало явным тому подтверждением. Поэтому дальнейшее развитие событий может быть самым неожиданным. На это уже намекал Качинский, предупреждая, что впереди могут произойти интересные события. Накануне в польских СМИ появилась информация, что ПИС может попытаться перетянуть на свою сторону третий путь. Якобы партия Качинского готова даже отдать оппозиционному блоку кресло премьера. В комментариях журналистам представители третьего пути категорически отвергают возможность подобного тандема. Но стоит полагать, что в конечном счете все будет зависеть от переговоров между оппозиционными партиями. И если в объединенной оппозиции произойдет раскол, то расклад сил в корне изменится. И все же у Тузка шансов на формирование коалиции куда больше, чем у Качинского. Пока лидер гражданской коалиции собирал сторонников, правящая партия умудрилась испортить отношения даже с конфедерацией, которая могла войти с ПИС в коалицию. Кроме этого, время правления ПИСовцев ознаменовалось экономическими провалами, конфронтацией на международной арене, в том числе с ближайшими союзниками, ростом протестных настроений в обществе, а также громкими коррупционными скандалами. На этом фоне ПИС выглядит токсичной. Союзникам правящей партии, конечно, могут перепасть крохи власти. Однако репутационные издержки грозят перевесить возможные выгоды. Между тем, в польских СМИ прозвучала еще одна тревожная новость. Правящая партия может запустить силовой вариант в случае поражения на парламентских выборах. Об этом в частности сообщил изданию газеты Выборча, бывший руководитель службы военной контрразведки Польши, генерал Петр Пытель. Он обратил внимание, что накануне выборов ушли в отставку глава Генштаба польской армии генерал Раймунд Анжейчак и оперативный командующий ВС Республики генерал Томаш Петровский. Отставка генералов, особенно главы Генштаба Анжейчака, беспрецедентна, отмечает Пытель. Он полагает, что Анжейчак мог получить информацию о планах ПИС или даже указания по подготовке силовых действий. Эти действия, естественно, должны были бы осуществляться с помощью командного состава армии, прошедшего через терроборону. Потому что сегодня в армии этих командиров можно контролировать на политическом уровне, сказал Пытель. Он также заявил, что сегодня в армии об этом говорят все. По словам Пытеля, все может пройти как по мягкому сценарию, так и по сценарию с введением в Польше чрезвычайного положения. И все же весьма сомнительно, что ПИС в нынешней ситуации решится на силовые меры. Подобному развитию событий вряд ли бы обрадовались США, которые рассматривают Польшу в качестве важного плацдарма в Европе. ПИС или гражданская коалиция для Вашингтона не столь важна. Зато важно, чтобы события в Польше никоим образом не повлияли на американские проекты в европейском регионе. Слагаемые США и перетасовка карт в Европе Весьма недвусмысленно позицию США касательно ситуации в Польше донес бывший американский посол в Варшаве, эксперт аналитического центра «Атлантический совет» Дэниел Фрид. В интервью польскому радио РМФ-ФМ Фрид заявил, что результаты выборов и возможный приход к власти оппозиции ничем не угрожает Альянсу США и Польши. Другими словами, от переменами слагаемых на политической арене Польши сумма для США не меняется. «Мы, американцы, хорошо сотрудничали с Польшей, и это сотрудничество будет продолжаться», – уверен Фрид. «С этим не поспоришь. В течение последних 30 лет США укрепляли свои позиции в польском государстве». Как отметил сам Фрид, Вашингтон активно взаимодействовал со всеми польскими правительствами с 1989 года. «Мы сотрудничали с правительствами правых, левых и либералов, но всегда за общие ценности и за демократию», – сказал бывший посол. «О том, за какие ценности борются США в третьих странах, всем хорошо известно. Конечно, мы продолжим сотрудничать с Польшей ради безопасности Европы, в поддержке украинцев, которые борются за свою и нашу свободу», – отметил Фрид. Он также не применил указать на промахи нынешнего правительства. По мнению Фрида, их было три. «Я не вижу смысла спорить с немцами», – сказал аналитик. Он отметил, что Германия ошибалась в своих оценках по отношению к России. Однако сейчас настало время сформировать общую политику в отношении Москвы. «Зачем спорить с Евросоюзом?» – указал на второй промах Фрид, имея в виду споры Варшавы с Брюсселем, которые вылились в заморозку финансирования Польши из фондов ЕС. И третья ошибка ПИС, по мнению Фрида, – это контроль польских властей над СМИ. «СМИ должны быть свободными от давления. Они должны быть независимыми, а не партийными», – подчеркнул Фрид. Странно только, что США, будучи носителем демократических ценностей и близким союзником Польши, на протяжении последних 30 лет особо не переживали за несвободные польские СМИ. Что касается споров поляков с Германией и Брюсселем, то советы Фрида не кажутся искренними. Вряд ли бы польские власти вообще решились на подобные споры, если бы не чувствовали за своей спиной поддержку со стороны США. Для Вашингтона конфликты внутри Евросоюза несут только выгоду, ведь они ослабляют европейское сообщество, а значит, делают Европу более уязвимой и управляемой. В этом плане для американских властей партия Кочинского гораздо удобнее коалиции Туска. Безусловно, в случае прихода к власти оппозиции внешнеполитический курс Польши не претерпит серьезных изменений. Польское государство продолжит жить в соответствии с алгоритмами коллективного Запада. Однако, в отличие от проамериканского Кочинского, Туск проевропейский политик. И его усилия будут направлены на возвращение Польши в европейскую семью. Сближение Польши с ЕС в случае прихода к власти Туска будет также обусловлено экономическими факторами. Как известно, нынешние власти Польши не отличались бережливостью. В бюджете страны образовалась огромная дыра на фоне популистских мер правительства в преддверии выборов и масштабной милитаризации, проводимой за счет иностранных кредитов. Единственным кругом спасения для нового правительства может стать разморозка фондов ЕС. Речь идет о десятках миллиардах евро, которые Брюссель заблокировал для Польши из-за споров о судебной реформе. Поэтому Туск в случае прихода к власти будет всеми силами пытаться вернуть наладить отношения с Брюсселем и вернуть для Польши финансирование из фондов Евросоюза. Кроме этого, можно ожидать сближения Польши с Германией и Францией. Как известно, отношения между Варшавой и Берлином в последние годы серьезно пошатнулись. Поляки потребовали от немцев репарации за преступления нацистской Германии, а также обвинили Берлин в вмешательстве в польские выборы. В польской экспертной среде прогнозируют, что при Туске произойдет серьезный разворот, и Веймарский треугольник, трехсторонний политический институт Германии, Франции и Польши, сможет обрести второе дыхание. Результаты выборов на Висле предвещают перетасовку карт в Объединенной Европе. Впервые за свою 32-летнюю историю Веймарский треугольник может превратиться в своего рода директорат Европы, пишет польская газета «Жечь Посполита». Польша и Беларусь на важнейшем рубеже События, происходящие в Польше, безусловно, интересны Беларуси. В каком-то смысле мы имеем самое непосредственное отношение к польским выборам, поскольку правящая партия «Право и справедливость» сделала Беларусь элементом своей электоральной кампании. Выстраивая свою политику на факторе страха, писовцы пытались убедить польскую общественность, что вокруг враги, и лишь власти могут обеспечить безопасность граждан. С этой целью правительство Польши планомерно разжигало вражду к нашей стране, пугая польский народ мигрантами, вагнеровцами, воздушными шарами и даже белорусским безвизом. Однако, судя по всему, данная тактика оказалась малоэффективна. Думать о том, что при Тузке польское правительство станет менее антибелорусским, было бы наивно. Однако, в случае прихода к власти польской оппозиции, некоторого затишья со стороны Варшавы все же стоит ожидать. Во-первых, политические силы в Польше в ближайшее время будут поглощены внутренней борьбой. Надеяться, что пис перейдет в разряд конструктивной оппозиции, не приходится. Партия конфронтации просто не способна на мирное сосуществование. Поэтому стоит ожидать, что писовцы будут продолжать раскачивать и поляризовать общество. И в этом плане новому правительству придется тратить немало сил на внутриполитическое урегулирование и подавление протестных настроений. К этому стоит добавить ворох экономических проблем, которые так или иначе будут оттягивать внимание новых властей. Во-вторых, с уходом партии Кочинского с политического Олимпа можно ожидать, что ситуация на белорусско-польской границе станет менее напряженной. Как минимум прекратятся безумные провокации польской стороны с нарушением воздушного пространства Беларуси. Когда-то давно, еще в годы своего премьерства, Туз сказал, плохие отношения с соседями не являются доказательствами силы и независимости. С тех пор многое изменилось. Незыблемым остается одно. И Польша, и Беларусь находятся на важнейшем рубеже. Безопасность на нашей общей границе – это безопасность всего европейского континента.